Добрый день, дорогие друзья! Сегодня канал Кофе со вкусом Чернобыля вновь в гостях у Валентина Ипполитовича, моего отца. И сегодня мы послушаем его рассказ о событиях мая 1986 года. Так как у Валентина Ипполитовича есть, на мой взгляд, хорошая привычка записывать свои дела. Он всю свою сознательную жизнь, можно так сказать, трудовую, вел рабочие записи. И сегодня он нас познакомит с этими записями за май 1986 года. Хорошо. Значит, меня заставило вспомнить, и не только вспомнить, а искать, френд с Фейсбука, Ирина с Москвы. Она мне написала и попросила прокомментировать совещание у Шишарина в мае 1986 года. Ну, где-то прочитала, видимо. Я не могу вспомнить, какие директора были. Хотя, в принципе, там были все директора атомных станций. Кроме Ленинградской, она не наша была. А, извини, приглашали только директоров? Главные инженеры не участвовали? Нет, нет. Со станции никогда так не вызывают директора главного. Одного из них? Да, одного из них. Ну, поэтому вот чисто по записям и тут же буду и комментировать. Так вот, 6 мая в 10.00 Прушинский докладывает. Они, кстати, только вернулись, они с Ивановым, только вернулись из Чернобыля, привезли оперативные журналы, привезли эти самые с приборов ленты. И вот встретились у Шишарина. Шишарин замминистра был тогда, Веретенников, начальник Совета Атомэнерго. А Прушинский у него был главным инженером. И вот Прушинский нам там рассказывал. Ну, тут у меня расписано, что делалось там. Это уже столько раз опубликовано. Я единственное хочу здесь подчеркнуть, что вот у меня записано. Одна из основных версий взрыва реактора. Это 6 мая, говорится. Понимаете? То есть 6 мая, хотя он там был, Прушинский, но и видел разрушенный четвертый блок. Но все равно, говорить такие слова, что одна из основных версий взрыва реактора. То есть разбирались из всей версии, что реактор мог взорваться со стороны от кого-нибудь. Диверсия? Диверсия у нас тогда не... Это сейчас говорят. В 86-м году об этом не говорили. Может, КГБ про это думало, но у нас про это не говорили. Поэтому это я пропущу, что он тут расписывал, сколько ГЦН работало, запаривание ГЦН. Схему Е отбросило. Ты уже лазил там. Блоки графита видел. Сепараторы на месте. Один пролет маршзала упал на седьмую машину. Никто не понял, что произошло. Дозики не мерили. Ну, зашваривало все. Более тысячи рентген в час на площадке. Пять часов работали пожарные. Масло в маршзале разлито, не горело. Водород вышел сам из генератора восьмой машины. И она в неизвестном состоянии. Уже в семь часов Прушинский и компания были готовы к вылету в Чернобыль. В 15.00, это все 26-го, в 15.00 были на станции. В поселке, но это имеют в виду Припять, 20-40 миллирентген в час. А было до 300 миллирентген в час. Облако на запад ушло. Третий блок через 3-4 часа остановили. Скляров, это министр энергетики Украины, возмущался. Основным блоком 1,2. За полет на вертолете без зависания над блоком 7 бар получали. Медики возражали против эвакуации. За двое суток, у меня не написано, откуда это у него, это все Прушинский говорит. За двое суток ребенок получил 90 бар и 10 бар взрослые. Под факелом было до 1000 рентген. Вода из четвертого блока хлынула на первый, второй, третий. Кабельные полутажи затоплены. Вода 0,5 кюри на литр. 30 человек на смене на первом, втором, третьих блоках. СИУР на первом, втором блоке, а на третьем периодически посещает. На БЩУ 7,6 микрорентген в секунду. На БЩУ 3. Вот это отличная запись. Через месяц можно прекратить охлаждение водой. По тепловизору сверху на второй день 600-900 градусов. Видимо, на развалу. 1-5% вышло в атмосферу. А Филимонцев, он после Веретеникова был начальником Союза Энерго, считает, 30% вышло в атмосферу. Ну, эти проценты, если кто следит за Чернобылем, то есть сторонники и 3,5%, и есть сторонники и умершие, в том числе, вот этих и 30%, и 50%. И один товарищ даже говорил, там все выброшено. Когда я ему говорил, откуда же тогда там активность, туда же, говорю, уходить не можно. А там мелочь осталась. Значит, 100 градусов в сутки дает разогрев легасов. Это этих, ТСМ уже, лавы этой. Зона не опустилась. Семен держит. Прилетал внизу. Значит, возможно, при пропололении, возможен паровой взрыв. По барботеру удар несколько тонн. То есть, наоборот, удар несколько тонн от бомбардировок, а не барботера. От того, что сбрасывались с вертолета. Да. Ну, ты же был в этом церемоническом зале. Там же, как я понимаю, черти что творится из-за этой бомбардировки. Но навалено. Навалено, ладно, а разрушено сколько, собственно. По площадке максимально тысяча рентген в час и минимальная полтора рентгена в час на площадке. 30-ти километровая зона эвакуирована. Ну, это была идея, но она так и не реализована была. И не пытались ее реализовать. Слабые места. Главный инженер Прушинский итог подводит. Слабые места. ГЦН должен был сорвать, поскольку был минимальный запас на запаривание на входе в ГЦН. Вот. И расходы по ГЦН оставались нормальные до взрыва. Почему это слабое место, не знаю. Вторая версия – это обезвоживание СУС и добавление двух с половиной бета по нейтрону. Вторая версия – это обезвоживание СУС. И третья версия – взрыв водорода в баке СУС и выброс стержней. Ну, как сейчас понятно, ни одна из этих версий не подтвердилась. А вот что я для себя отметил, я сейчас просто плохо вспоминаю, но вот по записям, значит, 6 мая никто не говорил о дефектах реактора. Нету записи таких. А в голове у меня осталось Шишарин, Абагян и, наверное, Прушинский или Веретенников. И был разговор как раз о укороченных стержнях. То есть был разговор о… А, ну это, значит, позже уже было. Потому что Шишарин еще рассказывал о том, как они с Мешковым спорили. Шишарин доказывал, что все это произошло из-за дефекта реактора Мешков. И это разделение так до сих пор и осталось. Конструкторы, средмашевцы говорят о вине персонала, энергетики говорят о вине конструкции. Рыльцев, Пушков и всех. А, по этому водороду, начиная с 26-го, да, это было? Начиная с 26-го, я с 26-го с Веретенником разговаривал, он ни слова ничего мне про Чернобыль не рассказал, а сказал, проверяйте водород. Я его еще и спрашиваю, где, какой водород проверяйте. Везде проверяйте. Не помню, проверяли, мы не проверяли. Значит, выводы. То есть выводы уже как указания директорам. Ни одна программа без тщательного рассмотрения отделом ядерной безопасности и зам главного по безопасности с выходом на реактор не должна реализовываться. Второе. Присутствие и команда ответственных лиц станции во время переключений каких-то. Слишком рано к реактору начали относиться как к котлу. Ночью никаких переключений. Строгое уважение регламента. Остановить так остановить. РБМК аппарат опасный, требуется более высокая квалификация ГИСа из ГИСа, знания физики, хотя бы в объеме техникума. До конца года работ не будут вестись, найти надо подходящие способы дезактивации. Стоит вопрос об остановке РБМК. Всех. Всяких. Дальше Беляев. Но Беляевых вообще несколько. Я сейчас не помню, что это за Беляев. Скорее всего, наш какой-то Беляев. А, ну, экономист, вот как он тут дальше идет. Две ставки на восстановление ЧАЭС, то есть, ну, два кода. Сохранить средние заработки. И непрерывный стаж. Расписывается, за что получил. Ак изъятия вещей с их оценкой. Это уже касается, вот, ну, эвакуированных к нам приехавших. Постановка обмина по компенсациях. Расходы нам выплатят. Возможно, выплатят и возмещение будет из бюджета. Все расходы по Чернобылю накапливать отдельно. Ну, это станция. Ну, вот у нас были расходы по эвакуированию на станции. Значит, бухгалтерия вела это все отдельно. Дальше вот Иванов Евгений Сергеевич, это работник Союза Томинергом. Ну, опять рассказывает историю. 25-го средний ремонт блока 4. Испытание выбих 8-го генератора с нагрузкой собственных нужд. Я пропускаю это, рассказывает, что это. Программа Дон Техэнерго чисто электрическая. Технология очень скупо написана. И не согласована с ГАИ по науке. А кто-то мне рассказывал, а, Ирина, по-моему, это же рассказывала, что первый вариант программы этой, в декабре который был, он согласован. А, Ирина рассказывала. И он согласован с ГАИ по науке. Фамилия выскочила. Наш Белоярец. Ну, вспомню. Выскочила фамилия. Верденников. Максимальное количество документов должно быть подписано ГАИ. Естественно, подложиться надо. А, ну, опять рассказывает, что тут было. Просели до 40 мегаватт. Электрических 40 мегаватт. ЛАР отключил. Отключили. Он сам отключается на этих мощностях. Ответственный технический руководитель Дон Техэнерго. Ну, там же Дятлов был. И все время показывали. А видишь, Иванов говорит, что, значит, в документах, значит, числся Дон Техэнерго. Ответственный технический руководитель. Это я сейчас только вот... Ну, там же на испытаниях присутствовал от них, товарищ? Не присутствовал. У них машина целая была. Они же еще вибрацию мерили. Кроме вот этих выбегов. Пожары в реакторном отделении Машзале. Паники не было. По негдафону ввели план защиты населения и персонала. Это, кстати, вот нигде больше не отмечается. Это вот отметил он. Что планы ввели? Угу. Я не видел больше нигде в записи, что на станции был введен план. По магнитофону. Но он что-то путает. План защиты населения директора вводит. А директора еще не было. В четыре часа пожар ликвидировали. БЩУ покинули. Одного не нашли до сих пор. Один погиб. Считали, что качают воду в зону. Считали, что контролируют зону. А, вот у меня запись, что я тебе рассказывал. Евдокимов Лютов. 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 Я потом вспомнил, но не стал тебя перебивать. Зам главного по науке. Лютов. Так вот, в декабрьской его подпись есть. Так вот, Евдокимов с Лютовым. Это мне Евдокимов рассказывал. Ну, в те же дни, когда я там был. Вот. Он спрашивает Лютова. Вот. Что, воду вы качаете в реактор? А какое у тебя давление на питательном узле? Вот. Тот говорит, 0,5 килограмма. Евдокимов говорит. Так слушай, чтобы в реактор подать воду, надо давление 1,7. Куда вы качаете? Вот такой разговор был. Евдокимов в Москве. Лютов тут, Чернобыль. На месте. В 8 часов эвакуировали персонал в медсанчасть. Но персонал сам потихоньку уходил туда и до 8 еще. Обеспечить работу блоков 1,2. Мероприятие по работе блоков в длительном стояночном режиме. 27-го пришло 1100 автобусов. Нарушение регламента не было. А нет, пардон, не так. Нарушение регламента подчеркнуто. Расход ГЦН и питательной воды не соответствовали. Между ГЦН и питательной водой расходы не соответствовали. Вот это все мелочевка. Основная причина не в этом же. Филимонцев. А кем он тогда был, я не помню. Значит, первая версия. На мгновенных нейтронах либо взрыв. Понятно, да? Я коротко говорю. Мне, да. Я думаю, специалистам тоже. Что разгон на мгновенных нейтронах. Промежуточный акт подписан. Промежуточный акт чего? Ну, поварен. Акт всегда составляется. Взрыв водорода не подтвержден. Но констатирует, что запас реактивности меньше 15 частежней. Запрет работать. Значит, дальше вот выехать на РБМК. Ну, на все РБМК. Провести беседы с генералитетом. На Филимонцева, на Смоленскую. Полушкин, Курская. Вопросы дальнейшей эксплуатации РБМК. Начальник сменной станции. Программу в руках держал. Но не читал. В программе участия не принимал. Он превратился в диспетчера. Действия персонала правильные, мужественные и самоотверженные. Это Филимонцев. 600 человек оставили дезактивировать. Их семьи нужно расселить. Выброшено 30%. Ну, это вот то, что это. У меня тут вопрос и встает. Фильм. Нам же фильм обещали показать. Генеральному председателю МГТ увезли. И нам не показали. Вас оставили без кино. Так, это дальше поехало. Так, вот у меня что-то еще заткнутое. Я хотел... А, это... А Маслов был. Вот Маслов, когда у нас был 6 мая, получил известие о падении корпуса реактора, блока номер 2. Так, что корпуса падали не только на Белоруссии. Надо сказать, что Маслов был директором... Белоковкой. Белоковкой. То есть я хочу сказать, корпуса падали не только на Белоруссии, а вот Белоковской, 86-й тоже падал корпус 2-го блока. Нарушение регламента тут перечисляется. Опять выводы. Фомин. Жена подняла трубку, молчание, и положила. Телефонистка. Телефонистке доводить вызов до конца. То есть телефонистка позвонила? Да. Презиняя его разбудить и сказать, что тут ЧП такое. Жена подняла трубочку и молча положила обратно. И Фомин появился утречком. И Фомин только утром пришел? Да. Спасибо. Но Фомин главный дженер-станция. Разведки местности не было сделано. Наша внешняя дозиметрия должна была, должна быть усилена персоналом гражданской обороны. Ну как. Минздрав подписать должен правила госпитализация по величине дозы. А, по величине дозы замерены с тела и одежды. 7-го числа это записано. Это значит, седьмого нас еще раз собирали. После шестого мы еще седьмого разбирались. Тут я другое хочу найти. А, вот. 18 мая была беседа с начальником смены 3 Чернобыльской АЭС Багдасаровым Юрием Эдуардовичем. Дежурил с 0 до 8 26-го 04-го 86-го года. Значит, к нам к нам в Энергодар приехали ну десятка два ЧАЭСовцев. А остальная тысяча были просто с города. Вот. В основном строители. Вот. И ну к своим то есть у него значит ну жена наверное семья видимо попала к нам и он приехал к семье Багдасаров. Вот. Его вычислили и привели ко мне. Вот. Он со мной не захотел разговаривать пока я не вызвал зама по режиму. Вот. Он ему показал КГБшное удостоверение и дальше он начал со мной разговаривать. Это кстати вот для современных комментаторов события апреля 86-го года. Современные которые молодые и в 86-м году или не жили или были вот такие. Состояние саму ситуацию какая в каком было общество наше ну надо все-таки понимать немного чтобы отдавать оценку поведению тех людей которые тогда работали. Это вот я специально это говорю потому что ну вот так вот так было. Нельзя было говорить. Даже директору другой станции атомной нельзя было говорить. с ними с ними провели соответствующие беседы. да да так вот что он мне говорил. Долгое время не было информации что произошло на четвертом блоке. качали воду затопили минусовые отметки по всем блокам. Примерно через час остановили блок 3. Второй блок остановили через сутки. Технический руководство во время аварии много чисто организационных вопросов. Понятно. Понятно. Да. Не стал рассказывать. кнопка авария на блоке нужно вывести и на другие блоки. Понятно. Оповещение. Если вот когда на станции много блоков то на одном блоке пошла авария то вообще погромкая надо было бы. Да. По логике должна быть связь. Ну видишь он говорит еще о кнопке. Йодная профилактика. Таблетки начальник смены провел самостоятельно. Начальник смены блока от Багдасара. Он своему персоналу третьего блока провел ее. Смена по 12 часов питание сухой паек доставка в бронетранспортерах две недели работы две недели отдых. Начет вернулся Шаламов это уже 19 мая Шаламов это садило режима. Запорожской атомной. Ну да я по Запорожью сейчас считаю все. Так вот трьм тысячам человек начальни дали свободное раскрепление а на станции собираются оставить около 700 человек. то есть три тысячи сами выбирали куда уехать. Ну поэтому в Энергодаре приехало. Это 19 мая. А они уже сами разбежались. До этого. Это просто оформили. Вы это свободно а вот 700 те кого удалось найти и оставить вот 700 оставили. 86 год. В открытых ничего не говорится. К нам же у нас же эвакуированные были. Какого черта кто эвакуирует? Ну от 26 первая машина появилась. Причем машина охранников. А 26 днем уже. Да да к вечеру появилась первая машина эвакуированные называется. А потом валом они пошли. Эвакуированные. Все самостоятельно уезжали. Кто куда мог. А потом вот задним числом им сказали а мы вас освободили. Он 22 мая уже Хенах вернулся из Москвы. Хенах это начальник стройки в Наркадаре. Разговаривать не с кем. Это его. Оценка стоимости работ по ЧАЭСу 250 миллионов рублей. Делают бетонную стенку на глубину до 100 метров. Перерезают водоносные горизонты. Загрязненные воды собирают собирают. Третий блок тоже собираются консервировать. То есть вот до 2 мая ну еще разброд и шатание были. А в части стоимости работ вот я буду в конце про это видео говорить он приводит цифры я уже тут их и скажу вот за 25 лет это 86 25 в 11 году ну да в 11 году вот в 2011 году в Москве кто-то посчитал какой ущерб нанесен Чернобылем и фукусимы и тремалай вот считали 25 лет за 25 лет для каждой аварии да для фукусимы это было вперед паровоза оценочная вот а для тремала и для Чернобыля ну 25 лет так вот цифры по Чернобылю 700 миллиардов долларов по фукусиме 300 а по Тремайланд 3,5 миллиарда по-моему вот для просто общего понимания вот объем аварии вот причем это 25 лет уже прошло 30 сколько там 3 да вот то есть еще 10 лет добавляй вот и Чернобыльские затраты и Россия и Украина и Белоруссия продолжают нести а Украина кроме этого еще занимается этим дерьмом которое осталось на площадке Чернобыльской атомной вот поэтому до триллиона ну наверное немного немного времени осталось вот 3-майлон так и остался с 3-мя миллиардами вот но фукусима может быть дойдет до когда 25 лет это 36-й год будет дойдет до 500 миллиардов до 300 вот а до 300 ну да ну сейчас оценка пока сделана оценка поэтому мне всегда еще в советское время меня всегда ну поражало так дергало что все наши руководители всякие средмашеские ну в основном средмашеские они атомной энергетикой занимались они все время говорили о 3-майлонд авария такая была ай-яй-яй после Чернобыля опять 3-майлон впереди так в Америке такая же авария была ну вот такая же 700 и 3 такая же вот поэтому нечего кивать на соседей вот а заниматься своим надо а вот Игнатенко приезжал 25-го мая вот и я только не помню кем он тогда был в мае вот но сразу после этого он был назначен зону отчуждения как он назывался ПО-комбинат начальником ПО-комбината да руководителем задачи по Чернобылю локализация реактора сбора дезактивации на промплощадке удаление и переработка воды подают азот для создания инертной атмосферы в АЗО не в АЗО а в активной зоне Елена была сдвинута да сдвинута пуски блоков 1-2 возможно в октябре блок 3 нужно отделять от 4-го блока освидетельствования персонал работает из расчета 25 БР годовых видел приказ об отстранении Бреханова Фомина как не обеспечивающих безопасную эксплуатацию станции а вот еще 26-го был Коробейников начальник внешней дозометрии Чернобыльской АЭС подняли его рассказ дальше подняли где-то в 2 часа накрыло Припять сразу ксенон криптоны 1-2 микрорегена в секунду йода мало до вечера 26-го обстановка была нормальная провели в школах йодную профилактику и рекомендовали нахождение в помещениях в ночь на 27-й апреля второй выброс накрыло город утром 26-го был второй секретарь обкома партии выехали по следу северо-западному направлению приборы внешней дезометрии были зашкалены Крабейников он рекомендовал этому секретарю эвакуацию сел по следу факела сделано не было не знает почему напомнил об разогреве реактора через сутки эффект Вигнера по-видимому это он говорит но эффект Вигнера это разогрев графита после облучения так что очень может быть что это как раз и был эффект Вигнера ну и все так а вот давай вот это я прочитаю догожи правда у меня времени нету у кого времени нет когда это было так прозвучало что у тебя время он видимо отвечал где-то на это и у меня идет уже аккуратная запись то есть это видимо где-то я списывал тогда же интернета не было то есть я где-то списывал вот это вот так вот у него был вопрос сколько человек получили высокие дозы облучения ответ у него кто это догожиев зампред совета министров вот одно время он был Щербина был первым председателем этого как он назывался Чернобыль работал правительственная комиссия он был первым а дальше эти замы по очереди были в том числе догожиев вот это видимо когда он был председателем комиссии здесь его в Украине пытали вот так вот его цифры меньше 5 Бер 26 870 человек 5-25 Бер 8 397 человек и больше 25 Бер 610 человек все эти люди которые все-таки справились с аварией заслуживают глубочайшего уважения даже если ими были допущены ошибки конечно если бы они там не были ошибок бы не допустили глубокая мысль поэтому я прошу меня больше к таким вопросам не привлекать никакого ковыряния в прошлом я делать не буду потому что я считаю это аморальным с одной стороны а с другой стороны давайте заниматься настоящим я еще раз хочу напомнить товарищам что сегодня в Советском Союзе концепция 35 Бер только 35 Бер официально нигде не действует я напоминаю вам мой доклад в нем говорилось что правительство определило свою позицию к этому постановлениях номера 312 и 886 там найдено компромиссное решение до применятия окончательного поэтому такая концепция официально правительством нигде не введено главный вывод обследования острых ручевых поражений у населения нет обследования показали что средняя индивидуальная доза облучения населения из-за загрязнения территории за 86 89 оно значит 89 годы составляет от 5,6 до 6 Бер 62 процента населения дозы 1,5 1,5 Бер 1,2 процента от 15 до 17 Бер последняя цифра является предельно установленным на период с апреля 86 до января 90 года на начало 90 года площадь территориального загрязнения цезиям больше одного кюри составляет более 100 тысяч километров квадратных с населением около 4 миллионов человек в том том числе и так далее но это уже по зоне пошло вот а теперь чисто по дугужиевскому это все прошлое а я хочу к настоящему прошлое это хорошо на население еще лучше ирина кроме когда мы с ней поговорили по вот этим записям прочее вот она мне ну неделю где-то тому назад сбросила видеоролик милого из России вот который называется так Чернобыль убивший надежды и как разваливался Советский Союз вот это я специально написал себе вот значит я посмотрел ролик и ну я обычно в этих роликах всегда комментарии читаю вот значит по ролику вот эти цифры 700 миллиардов это оттуда с роликов и по милову по милову этому мне там не понравилось в комментариях мне не сама информация милова ну нормальная то есть а вот в комментариях мне не понравилось люди которые считают себя атомщиками они начинают у него искать какие-то технические ошибки и начинают с того что ты ж не атомщик ты горный инженер чего ты рассуждаешь о чем ты рассуждаешь ну ерунда какая-то на мой взгляд так вот в комментариях я нашел а не только в комментариях милов тоже ссылается на этого румянцева а в комментариях я уже нашел ссылку на этот так вот румянцев и федулинка это работники курчатовского института вот они к 30-летию чернобыльской аварии это знаете в 16-м году вот а ну вот написано у меня в мае 16-го года на сайте про атом опубликовали вот свою статью чернобыль трагедия фарс и уроки вот ну я вообще попрошу тебе что дай ссылку на эту статью потому что она для специалистов на мой взгляд она очень ценная как взгляд не только на чернобыльскую аварию вот перед Чернобылем был Ленинград 75-й год вот это как они утверждают это то же самое что Чернобыль только в меньших объемах вот ну просто реактор другой ситуации был и получились меньшие объемы а причина аварии была та же самая укороченные стержни вот дополнительно эти самые реактивности вот поэтому они очень подробно расписывают и саму аварию и недостатки РБМК как класса РБМК был запущен без опытных исследований вот то есть сразу с бумагой сразу в серию пошел и поэтому дальше эту серию на каждом блоке дорабатывали вот ну и так далее вот а меня в этой статье и вот я хочу процитировать это все сейчас вот меня в этой статье и у Милова тоже он это вспоминает вот зацепила культура безопасности вот про эту культуру безопасности давно уже забыли и в России как и он говорит и Милов говорит но у нас я знаю вот забыли все эти ребята вот культура безопасности для общества вот это безопасность впереди паровоза то есть те кто работает на атомной станции и руководят атомными станциями вот сначала безопасность а потом все остальное вот вот это принципиальный подход такой то есть безопасность то есть каждый работник станции и те кто управляет станцией должны понимать что это очень опасное сооружение очень опасный реактор и с ним надо обращаться очень осторожно вот все время помнить о том что нужно соблюдать безопасность так вот по культуре как они рассказывают вот концепция культуры безопасности охватывает высшие сферы управления в том числе законодательную и правительственную которые согласно концепции должны формировать национальный климат при котором безопасность является делом ежедневного внимания оценка с позиции указанной концепции событий аварии на АЭС показывает что недостаточность культуры безопасности характерна не только на стадии эксплуатации но и не в меньшей степени характерна для участников других стадий создания эксплуатации АЭС конструкторы проектанты строители изготовители оборудования министерские управляющие контролирующие структуры и т.д. атомной энергетики является одной из немногих областей человеческой деятельности к участникам которой предъявляются особые требования сформулированные в концепции культуры безопасности основное требование наличие у всех участников программы атомной энергетики особого менталитета безопасности с чувством личной ответственности за каждое деяние для этого необходимы и общая культура и специальное образование и личная мотивация ну вот кто из атомщиков если будет смотреть вот этот ролик где вы сейчас видите вот это все нет культуры безопасности вот и заключая чтобы заключить все цитаты вот румянцев там же приводят следующее незабвенный профессор Савелий Моисеевич Фейнберг 910-973 года жизни автор проекта РБМК лауреат Ленинской и многочисленных государственных премий СССР сказал оказался прав сказав своим коллегам в начале 70-х годов прошлого века атомная энергия не для этих поколений людей А теперь вот мой комментарий ко всему этому вот культура безопасности начинается сверху и сверху же она и ликвидируется вот так вот если сверху нет вот этого понимания что атомная энергетика опасна и что ею должны заниматься квалифицированные ответственные и не ворующие люди то остаются только слова про культуру безопасности а самой культуры безопасности нету исчезает вот поэтому вот что я в связи с этим еще вспоминаю вот в 18-м по-моему году в фейсбуке у меня была переписка с одним из работников Аяра вот ну или как они сейчас называются Деяру вот он был на семинаре где им докладывали французы докладывали что у них ну или по 17-му или по 18-му году было 1270 скажем нарушений в работе атомных станций пан плачков в этой переписке пишет а у нас меньше 17 я ему пишу это то что вам не удалось скрыть а мне вообще и тогда и сейчас у меня не вкладывается в голову это регулятор говорит регулятор хвалится тем что у него мало замечаний как это может быть хотя замечаний нет проверяют нормально я по Чернобылю знаю я же знаю эти акты предписаний наших инспекторов когда были инспектора начались они по несколько раз в год выходили на станцию акты составляли и меньше десятки там не было замечаний поэтому по году там ну несколько десятков замечаний только по одной атомной станции по другим то же самое то есть по Украине сотни замечаний по работе атомной станции а глава регулятора в упор этого не видит это говорит о том что замечания рядовых инспекторов не доходят доходят подшиваются в папку и очень может быть что и лично плачков и не смотрят их очень может быть и то что он говорит о 17 он скорее всего искренне убежден что у нас 17 на самом деле да и что это о это хорошо вот это такой регулятор у нас при таком регуляторе то есть он сейчас полностью наши регулирующие органы сейчас полностью повторяет регулирующие органы Советского Союза он отсутствовал он зарплату получал он официально присутствовал но он фактом отсутствовал то же самое сейчас формально у нас есть регулирующие органы есть там голова есть персонал зарплату все получают чего-то пишут вот всех успокаивают вот опять к Франции вернусь в те же где-то года 17 18 вот в интернете уже я видел вот французский регулятор не станции а французский регулятор на одном из парогенераторов заметил отклонение ну я сейчас не помню какого-то компонента вот от нормы которая должна быть в этом сплаве вот что делает французский регулятор он остановил этот блок дальше остановил все блоки где присутствуют парогенераторы этого завода вот в итоге во Франции тогда было остановлено больше 10 блоков вот Франция перед этим когда у нее вся атомная энергетика работает она экспортировала электроэнергию после этого она вынуждена была импортировать электроэнергию и ты думаешь правительство этому регулятору чего-то там вставляло что ли нет пока регулятор не разобрался и не разрешил запустить блоки они стояли а теперь вот я спрашиваю крупные аварии где были Америка Советский Союз Япония а Франция а Франция не было хотя порядка 70-80% электроэнергии Франции вырабатывается на атомных станциях станциях ну я БН да вот мы с ними конкурировали вот у них они раньше паровоза там меньше запустили 250 Феникс свой вот потом запустили Суперфеникс 1200 а у нас 600 мегаватт вот а про 800 мегаватт мы только разговариваем то есть мы все время на них смотрели они на нас смотрели обменивались мы туда ездили ну я туда ездил несколько раз на Суперфениксе был на этом вот так вот Франция этот Суперфеникс 1200 остановила там не было аварии вот она его остановила потому что у них пошли неполадки я вот только сейчас забыл или по реактору по перегрузочной этой ноге руке то есть или по парогенераторам я не помню сейчас вот то есть у них пошли неполадки и они остановили реактор и он стоит сейчас он не просто стоит его все его вывели вот вот это подход к атомной энергетике вот а про нас я уж помолчу а нет я все-таки скажу вот а у нас я про кадры скажу а у нас что делается вот откройте ну по Чернобылю у меня ближе всего Чернобыль да Чернобыль подчиняется этому Державному агентству по зоне отчуждения и Минэкологии вот то есть Чернобыльская атомная станция вывод блоков с эксплуатацией подчиняется Минэкологии вот ну так бывает в Украине так бывает вот в министерстве и в администрации зоны есть хоть один руководитель министр замминистра начальник зоны зама его хоть один руководитель который либо энергетик либо физик либо имеет какое-то касательное отношение к энергетике и как там нет ни одного нету там нету никого культура безопасности вот кадровый состав сверху совершенно не представляет чем он рулит там все нормально там все вот в Наэке нашем славном Наэке после того как вот Недошковского убрали вот кто сейчас управляет Наэком в иконочном обовеске временный кадр он технарь действительно ну он без яиц но технарь вот главный тоже технарь но тоже временно исполняющий два постоянных вице-президента назначенные постоянно кабинетом министром один юрист а другой немец который занимается бизнесом оба имеют ну я не знаю какое отношение к атомной энергетике фактом то что по интернету сейчас вижу фактом управляет вот этот юрист а президент при всем присутствует и потом рассказывает как все хорошо а рассказывает как нам денег не хватает то есть сейчас основное рассказывает как нам денег не хватает поэтому ну итог вот поэтому первое атомная энергетика ну я думаю сейчас и до руку понятно что это опасная вещь вот опасная очень опасная вещь и к ней нужно относиться ну внимательно квалифицированно самое основное квалифицированно вот не убеждать себя и других что тут все нормально все безопасно вот недавно я разговаривал с этими ну не буду называть фамилии СЧС вот какого черта говорю вы деньги просите вы тут же говорите что вы безопасны вы нормально вот и просите что вам не хватает деньги вам куда деньги не хватает если вы безопасны себя в карман положить куда вам деньги не хватает если вы говорите что да мы все безопасны значит деньги вам на что-то на другое не хватает вот потом говорят ну как вы собираетесь сейчас эти деньги получить когда сейчас в Украине идет велико будивництво да на что снимают деньги даже с фонда ковида идет сам ковид вот идет огромная дыра в бюджете летом был секвестр этого бюджета и со станции сняли несколько миллионов сот миллионов сняли вот как вы собираетесь деньги получить откуда зачем вы же нормально работаете ну и работаете дальше вот это понимаешь это в мозгах сидит нынешнего руководца всякого от самого этого президента и до последнего заместителя какого-нибудь директора они не понимают что такое культура безопасности ну напрочь не понимают и все не знают не понимают красивое словосочетание вот и последнее еще раз последнее что я хочу сказать я сейчас опять вернулся к смертям потому что все окей все хорошо да а на станции люди мрут каждый год порядка десяти человек каждый год вот с восемь шестого года пенсионеры наши пенсионеры начали вести книгу памяти вот сегодня я открывал вот там записи 1261 человек но они уже где-то с года не ведут ее не заполняют они у нас забрали эту книгу памяти мы ее вели вот а сами сейчас на станции не ведут ее вот еще когда Петрук был в АЗО я туда на грамот на Петрука говорил что ребята давайте заниматься ну мрут люди вот то есть на станции ну какой-то параметр нехороший вот люди погибают вот давайте разбираться ну поговорили что с Петруком что с Грамоткиным и без толку в прошлом году в 19-м году я выходил на Фомичева вот получил одобрение ай-яй-яй давайте собираться отправил меня к Клинкевичу телефоны передай естественно я ему передал телефоны с НЦРМ кого приглашать ну вот и на этом но до сих пор вот сейчас я опять сейчас вот уже договорился на следующей неделе я все-таки получу ну я обычно просто записываю СЕРМ но в этом году вот столько померло вот я получу официальную бумажку вот и с этой бумажкой опять сейчас новый у нас медик главврач новый новый старый мэр напомню ему естественно прошлые свои разговоры вот ну на станции сейчас вообще никого нету все в Риво все вот в зоне то же самое все в Риво вот поэтому дальше я не знаю куда обращаться я хочу хотя бы здесь вот но с другой стороны это я понимаю ни Фомичев ни станция ни АЗО об этом говорить не будут потому что они сейчас по АЗО веломаркруты прокладывают вот зона отчуждения это уже не зона отчуждения это зона туризма вот экстремального туризма ай-яй деньги же надо зарабатывать кому-то вот по Славутичу что Славутичи мрут люди что Славутича онкология ну какой мэр будет об этом говорить когда и Славутичи хотят сделать туристический бренд да какой мэр будет говорить вот ну несмотря на это я хочу это начать но буду продолжать вот так от прошлого к сегодняшнему дню мы провели беседу будем держать вас в курсе дальнейших событий и будем жить долго и счастливо и не вешать носу и не вешать носу а он Продолжение следует...